Как говорится, жизнь прожить не поле перейти. И ситуации случаются разные. Было хорошее самочувствие, но подвело здоровье и получил инвалидность. Тем не менее, силы и желания работать остались. Да и обстоятельства вынуждают трудиться. Например, нужно прокормить, вырастить и выучить ребёнка. И на всё на это нужны деньги. Какие рабочие места предусмотрены в нашем городе для людей с ограниченными возможностями? И на каких условиях они могут трудиться? Ежегодно к нам в Центр занятости обращается порядка 1700 граждан с ограниченными возможностями. Понятно, что на территории Рязанской области достаточно больше. Но тем не менее, мы адресно подходим сейчас ко всем обратившимся. Для этого создан отдельный блок вакансий, который предусматривает собой, во-первых, вакансии с гибким графиком работы. Во-вторых, с учётом ограничений для некоторых категорий, если это инвалидность первой, второй группы, это продолжительность рабочего дня, это, конечно, необходимо предусматривать, что для таких граждан будет предусматриваться вакансия с нетяжёлым физическим трудом и ненапряжённым эмоциональной нагрузкой. Но не все обращаются за помощью в поиске работы. Причина тому в основном психологическая. Хотя в реабилитационной карте человека с ограниченными возможностями прописано, на каких условиях он может трудиться. И профессионалам из центра занятости, конечно, подобрать подходящую вакансию легче, нежели искать её самостоятельно. Желание трудиться, оно превыше. У некоторых не хватает навыков. Кто-то не имеет того специального образования, которое необходимо для той или иной вакансии, уже находясь в нашем центре занятости, или кому-то необходимо переучиться. Поэтому в этом отношении мы, конечно, работаем и с медико-социальной экспертизой, чтобы помочь вот эту найти взаимосвязь, и что, если есть желание, мы стараемся, в всяком случае, найти какие-то определённые точки взаимодействия, чтобы человек дальше продолжал работать. Таких вакансий в базе центра труда и занятости около 600. Направления самые разные. Очень много административного характера. Это есть и слесарь, если мы говорим о мужчинах. Очень часто встречаются профессии, связанные с логистикой. То есть, чтобы человек мог находиться на рабочем месте, и если это знание персонального компьютера, для того, чтобы можно было бы работать. То есть, это вакансии, которые встречаются с точки зрения работы информационно-телефонной связи, когда на месте он может выполнять функции. Опять же, это не тяжёлый физический труд, это график работы сменные, которые гибкие и удобен для гражданина, у которых есть определенные физические ограничения. В Рязанской области существует закон о квотировании рабочих мест для отдельной категории граждан, например, инвалидов. У каждого работодателя, если численность работников в организации оставляет более 100 человек, то 2% от численности работников, находящихся в организации, должны быть предусмотрены для граждан с ограниченными возможностями. А для численности в организациях от 35 до 100, мы говорим уже о малом и среднем бизнесе, такая квот увеличена до 3%. Некоторые люди с ограниченными физическими возможностями идут работать в кафе. Знакомьтесь, Елена Ким работает барменом. Она приняла решение не сидеть дома без дела и не опускать руки, а пойти трудиться. Нашлось и подходящее место. Есть и заработок, и общение с людьми. И эта работа не во вред здоровью. Дали мне группу, и, в общем-то, без работы, ну, и хотелось подработать к пенсии побольше, в общем-то. И предложили здесь вот работу. Устроило то, что рядом с электричкой я в Рыбном живу. Ну, и рабочий день такой сокращенный, в общем-то. Ну, вот и все, можно сказать. И устраивает условия работы, условия работы, и график работы. В общем-то, 5 работают дней, 2 дня, выходных. Ну, сокращенных, там, с 11 до 3 работ. Работать Елене в этом кафе нравится. Трудится она на совесть. И начальство довольно. Не пожалели о том, что взяли на работу человека, которому поставили инвалидность. Это нисколько не мешает нашей героине исполнять свои обязанности на высшем уровне. А ее ответственность, порядочность и тяга к работе заслуживают уважения. В силу своей работы я сотрудничаю с Рязанским центром занятости. Вот. Ихний сотрудник мне позвонил и предложил поучаствовать в программе «Остощение рабочего места незанятых инвалидов». Условия предусмотрены, ну, как бы, неполный рабочий день. Он устраивает и меня, и работников. Ну, категория таких людей, на самом деле, очень ответственная, очень добропорядочная. То есть, никаких нареканий нет. Вот такая ситуация. Кстати сказать, через Центр труда и занятости за этот год было трудоустроено около 400 человек с ограниченными возможностями.